В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! В преддверии Дня Республики в нашем районе открылись несколько социально значимых объектов. Первым делом делегация посетила новый микрорайон Италмаз вблизи села Шудек. Проект воплотился в жизнь благодаря реализации государственной программы комплексной развития сельских территорий Республики Башкортостан. В настоящее время 50 семей уже справили новостелье в новом микрорайоне. Постепенно развивается его инфраструктура, благоустроен новый парк культуры и отдыха. Символично, что его открытие состоялось в преддверии празднования Дня Республики и в честь 90-летнего юбилея нашего района. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился глава администрации района Ильшат Вазикатов. Я очень рад за жителей данного микрорайона, за жителей вообще шудекского сельского поселения. То, что вы имеете, то есть заимеете такой прекрасный объект на очень правильное, на мой взгляд, вот гости говорят, правильно подобранное место, светлое, уютное, с дорогами. Это один из первых объектов, который мы комплексно сумели вот так отработать, с дорогами, с газом. Хотя до этого мы, в принципе, второй объект. Первый объект у нас был школа с улицы, с высадой Ибалаки, которую мы в 2015 году запустили. Со значимым событием местных жителей поздравил полномочный представитель правительства Республики Башкортостан Александр Лихачев. Действительно удивительный микрорайон. Я вот проехал сейчас буквально перед тем, как сюда приехать. Сейчас Гамыч проехались, посмотрели. Действительно очень многое сделано. построили такой замечательный детский сад. Действительно не в каждом микрорайоне, не в каждом деревне и селе такой детский садик у нас в Республике существует. Многое делается, но то, что я вижу здесь, это, конечно, огромный вклад муниципалитета, Республики. И вас, жители села Шудек, уверен, что вы лично принимали участие в благоустройстве территории и всего села, за что вам, конечно, огромное спасибо. Ценность этого проекта отметил в своей речи представитель Министерства сельского хозяйства Республики Рафис Зайнуков. Объект был построен в рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий, где государственным заказчиком является Министерство сельского хозяйства Республики. Район в действительности активно принимает данные программы. Только в текущем году более 80 миллионов выделено денег на обустройство сельских территорий. Две семьи получили субсидии на ухудшение жилищных условий. До конца текущего года еще две семьи получат живые помещения в рамках договора найма. Еще, соответственно, мы с районом отрабатываем еще одну семью, оказать государственную помощь на ухудшение жилищных условий. В текущем году, помимо этого, у нас построили уличную систему водоснабжения в городе Яновол. Благодарственными письмами были отмечены те, кто внес большой вклад в появление нового микрорайона. В ходе встречи много добрых слов прозвучало из уст местных жителей. Они с гордостью и радостью отзываются о своем новом доме. Делегация смогла оценить современный подход к обустройству парковой зоны. Участники встречи прогулялись по ее территории, после чего направились в новый детский сад с одноименным названием «Италмаз». Современное здание привлекает внимание ярким фасадом снаружи и уютом внутри сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 60 мест. В настоящее время практически завершены все внутренние работы, установлены мебель и оборудование. Детский сад построен таким образом, чтобы в нем было максимально комфортно как сотрудникам, так и будущим воспитанникам. По словам представителей администрации, скоро он откроет свои двери для маленьких жителей микрорайона. Вторым пунктом на пути следования стал двор на улице Юбилейной. По программе «Башкирские дворики» здесь завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий, дому в 5, 6, 7, 11. Гости ознакомились с этапами реализации проекта. В ходе работ заменили асфальтное покрытие, оборудовали парковочные зоны. На площади более 700 квадратных метров высадились зеленые насаждения и газон. Обустроили детскую спортивную площадки. Для участников встречи были подготовлены концертные номера. Сегодня мы посетили Шудокский сельский совет, где за счет федеральных денег был построен детский садик. И построена в этом микрорайоне вся инфраструктура, где присутствует водовод, газопровод, освещение, дороги построены. Поэтому настроения праздничные, как видите, сегодня Янаул празднует, мы вместе с ними празднуем. От души янаулцев поздравляют с праздниками, которые я только что говорил, с Днем Республики, с Днем Янаульского района. Хочу пожелать, чтобы мы были здоровы, счастливы и всем тем трудностям, которые у нас есть перед нами, чтобы их проходили достойно и красиво. Помните, 1 сентября был у нас глава республики. И вот он что сказал? Краше Янаула, самого города, среди городов, малых городов нашей республики нет. Вот поэтому Янаул, он светет сегодня. И те дома, вот вы видите, построенные в конце 80-х, начало 90-х, вот эти, извиняюсь, дикие времена построенные, хаотично, без проекта, не соблюдая архитектуру. Сегодня, вы видите, все, крыши меняем, дворики восстанавливаем по программе главы республики нашей. Поэтому Янаул краше и краше становится. Поэтому спасибо руководству республики. Ну и Янаулцы молодцы. Сама администрация Янаулского района молодцы. Умеют и федеральные деньги брать, умеют и республиканские деньги брать, и умеют сами зарабатывать путем налогов, налогов сборов. Поэтому молодцы, молодцы, очень приятно. Следующая остановка – улица Некрасова. Здесь по программе поддержки местных инициатив обновили ветхую хоккейную площадку. В мае этого года проект выиграл первый этап конкурса, набрав 99 баллов из 100. Общий объем финансирования составил 1 миллион 350 тысяч рублей. Из них 1 миллион из республиканского бюджета, 350 тысяч – вклад населения и спонсоров. Теперь у любителей спорта появилась отличная возможность проводить здесь турниры и товарищеские матчи. Надо сказать, что за последнее время очень много сделано. И благодаря поддержке республиканского правительства, и благодаря работе собственно администрации муниципального района, Янаулский район, я думаю, что жители очень довольны, будут пользоваться теми объектами, которые были построены в рамках республиканских программ и в рамках тех мероприятий, которые были проведены муниципалитетами. В последние годы в республике очень сильно идет строительство социальных объектов. Мы видим, что в городах и селах активно ведется работа в данном направлении. И недаром Радий Фаридов, став главой республики, уделяет огромное внимание данной сфере. Достаточно много средств республиканского бюджета, муниципальных бюджетов, уделяется на данные цели. Удается и привлекать федеральные средства. Нужно делать больше. Сделано много, но нужно еще больше. В этот день самые активные участники проекта были награждены благодарственными письмами администрации района. Сотрудники Дворца молодежи физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» подготовили яркие концертные номера. В селе Новый Артаул Янаульского района появилась новая скульптурная композиция, посвященная труженикам тыла, матерям и детям войны. Идею вековечить благодарность землякам пришла жителям села-председателю исполкома Куролтая Башкир Янаульского района Рафаилу Яхину и старости Вагизу Рахманголову. Неравнодушные жители села и окрестных деревень, выходцы из Нового Артаула и спонсоры с энтузиазмом поддержали это предложение. Буквально за два месяца общими усилиями они собрали 400 тысяч рублей. Этой суммы хватило и на саму скульптуру, и на облагораживание территории вблизи мемориала. Торжественное открытие памятника состоялось в пятницу 9 октября. Участниками праздника стали и приглашенные гости ветерана тыла. Их в Новоартаульском поселении проживает 21 человек. На митинге звучали стихи и песни о войне. Ветераны делились воспоминаниями о тяжелых годах юности, возложили цветы к памятнику. Участие в мероприятии принял и автор скульптуры Рафаил Зинуров. Тут уже был такой памятник разрушенный. Меня дали фотографии старые, там уже ничего не понять было. Я восстановил, сделал по фотографии, вот этот посоздал. Это уже пятый мой памятник, в пятом районе стоит. Участник войны это второй в этом году. Первый обжили в скоровине. Сначала сделали макет маленький, 50 сантиметров. Потом увеличили его в таком виде. Отлили его. Материал назывался полимер бронза. А это долговечный материал, да? Он легкий, по-моему, да? Очень долговечный. Он бронзой ничем не отличается, по прочности не вступает бронзой. Более того, он не окисляется, как бронза. Поэтому будет стоять он, по крайней мере, лет 100, как минимум. Женщина получила письмо с фронта, читает письмо. Она на полевом стане работает. Ей привезли на самодельной колясочке ребеночка покормить грудью. Она вот перерывы ребенка покормила, читает письмо. Ей письмо принесли от мужа. Я про себя назвал памятник письмо с фронта. Ну, а так, конечно, официально тронет сам тыла. Семь. Не только район Яновольского, а все, может быть, во всем союзе СССР. Я попросил фотографии нескольких женщин именно вот с этой местности, чтобы что-то общее лицо было. Мне сказали, что лицо похоже на местную жительницу. Участие в торжественном открытии приняли приглашенные гости из Уфы, Янаула и, конечно же, местные жители. В этот день звучали теплые слова о Халиме Амирове, его подвигах и непростой судьбе. Точную дату смерти не знают даже историки. Многие страницы его жизни еще предстоит открыть. Участие в мероприятии принял представитель Всемирного Курултая Башкир Республики Башкортостан Ахат Салихов, председатель исполкома Курултая Башкир Янаульского района Рафаил Яхин, секретарь Совета муниципального района Янаульский район Вильник Мадзянов, начальник управления образования Эльвира Шаихова. Директор школы Рузеля Хакимова пожелала ученикам гордиться своим героем и прославлять его имя во всех уголках России своими поступками и достижениями. И вот наступил самый торжественный и долгожданный момент этого дня – открытие бюста Халима Амирова. Все желающие смогли возложить цветы и почтить память героя минутой молчания. Башкортостан вошел в число пилотных регионов по реализации федерального проекта «Борьба в школы». Суть проекта – увлечь детей спортом и повысить их уровень здоровья. На дополнительных занятиях планируется осваивать элементарные навыки физподготовки. Программа уже реализована в 16 школах республики. В 2020 году новая дисциплина появится еще в 46 школах Башкортостана. В Янаульском районе проект будет реализован на базе лицея. Совсем скоро к занятиям приступят ученики 42 классов начального и среднего звена. В преддверии Дня Республики во всех 46 новых точках реализации проекта прошло торжественное открытие спортивных залов. 9 октября в Республиканском центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой руководитель региона Радий Хабиров дал старт престижным состязаниям сильнейших борцов страны. Участие в них приняли более 300 спортсменов и тренеров из 34 регионов России. Трансляция проходила в прямом эфире. На торжественном открытии смогли побывать и начинающие борцы со всех уголков республики. Этот проект носит под собой такую основу, чтобы укрепить, во-первых, здоровье детей в школах, оснастить материальную базу школ, укрепить материальную базу школ спортивным инвентарем. В рамках этого проекта школа-лицей получила недавно новые борцовские маты, манекены и другой инвентарь для оборудования борцовского зала. Выделенное помещение уже оснастили необходимым инвентарем. Для этого в нем провели необходимый ремонт. Где-то снизили стены, где-то произвели покраску. И вот мы сегодня видим, какой прекрасный зал у нас получился. Пятничным вечером на центральной площади города прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Республики и 90-летию со дня основания Янаульского района. На значимое событие были приглашены выдающиеся земляки, почетные граждане, жители района. Перед гостями вечера выступил полномочный представитель правительства в Государственном собрании Куролтая Республики Башкортостан Александр Лихачев. Он вручил почетные грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства культуры Республики. Перед гостями праздника выступил и глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он также вручил Янаульцам почетные грамоты и благодарственные письма администрации района. Праздник продолжили художественные номера коллективов района и приглашенных гостей, наших именитых земляков. Подробный материал о том, как прошел праздник, смотрите в нашем эфире в ближайших выпусках новостей. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка состоялась на рыночной площади 10 октября. Свою продукцию представили более 90 сельхозтоваропроизводителей. Каждый желающий мог найти продукцию по душе и карману. Благо, ассортимент овощей и фруктов был на любой вкус. В торговле шла бойко. На прилавках традиционные дары осени. Капуста, лук, картофель, морковь. Рядом саженцы цветов и кустарников. Товары местных умельцев. Большим спросом, как обычно, пользовался мед и продукция пчеловодства. На ярмарку приехали и гости из соседних областей. С Кудинского района, деревня Дайная, у нас пасека семейная, как бы, производство меда. Занимается вот отец, я наследник, он 30 лет уже занимается пчеловодством. Я 11, как бы, вот, постоянно на ярмарке ездим, присутствуем, ну, мед сдаем. Где-то, наверное, третий раз приезжаем. В прошлом году угрожая не было, мы и не были в прошлом году. А нынче, как бы, угрожай хороший и приехали. Атмосфера царила праздничная. Для многих и на улице в такие ярмарки – это отличная возможность запастись на зиму необходимыми продуктами. При этом большую роль играют и доступные цены на товары. Каждый год выхожу на ярмарку, чтобы приобрести что-нибудь домашнее. И сегодня с большой радостью купила домашний лук разных сортов. Порадовалась на обилие товаров на нынешней ярмарке. Хорошо, что сегодня отличная погода. Цены вполне приемлемые. Цены устраивают. Для многих продавцов это хорошая возможность выгодно продать свой товар и получить заработанную нелегким трудом прибыль. Среди гостей этого дня – представители администрации района и города. Пришел на ярмарку и глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он пообщался с товаропроизводителями, владельцами личных подсобных хозяйств. Как признаются последние, погода в этом году радовала. Урожай удалось собрать неплохой. С учетом того, что в этом году очень тяжелая ситуация у нас по коронавирусу, первый раз в таком масштабе мы собрали всех производителей, чтобы выставили свою продукцию. Тем более, Бог нам в этом году помог, погода помогла. Год удался, урожай был довольно-таки хороший. По ярмарке видно, у нас места даже не хватило всем выставить. Уборку урожая мы закончили своевременно. Урожай собран в полном объеме и сдан в хранилище. И овощная продукция, и зерновая продукция. И для заготовки кормов в этом году все было благополучно. Успели даже с запасом подготовить все. Сегодня на ярмарку у нас откликнулись все сельхозпроизводители, в том числе и даже соседнего края, Пермского края, приехали со своей продукцией. И Удмуртия даже поддержала. Ассортимент очень большой. Все есть. Даже вот покупатели некоторые говорят, можно все накупить на зиму. Все, что хотите. В праздничное настроение создавали концертные номера. Их для гостей ярмарки подготовили творческие коллективы района. Зрители с интересом наблюдали за действием на сцене. С удовольствием слушали знакомые и любимые мелодии. Тем временем на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юны» шли соревнования в различных видах спорта. Любой желающий мог проверить свои силы в различных силовых видах, показать свою удаль, силу и скорость. Всего за этот день было продано более трех тонн мяса, 14 тонн овощей, 1300 саженцев, свыше полутонны меда, 13,5 тонн зерна, 2 тонны сена и соломы, 75 тонн перегноя и торфа. Как планируют организаторы, это не последняя ярмарка в этом году, а значит, янаульцы еще успеют запастись необходимыми сельхозтоварами. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Финал первого районного конкурса «Леди Янаульского района-2020» в честь Дня Республики и юбилея нашего района прошел 8 октября во Дворце молодежи. За звание самой утонченной, привлекательной и очаровательной боролись 9 представительниц прекрасного пола. Всего было 5 конкурсных заданий. Первая – визитка. Участницы подготовили видеоролик о своей жизни, поделились своими увлечениями и мечтами, рассказали, почему именно они достойны победы. Я работаю в Янаульской центральной районной больнице в приемном отделении. На этот конкурс меня отправили с работы. Мне предложили, я с радостью согласилась. Это для меня большой опыт – посмотреть на других, показать себя. Ну, немножко волнение есть. По характеру я, наверное, больше всего, так скажем, ранимая. Так как я работаю в больнице, я все-таки жалею людей, я их лечу. В подобных конкурсах нет. Я участвовала у себя в деревне, в конкурсе республиканском красоты удморских девушек Чиберина 2014. Участвовала в межнациональном конкурсе красавиц, тоже мисс Содружества, город Сарапол. Следующим этапом стало дефиле. Осенний наряд каждой конкурсантки не только подчеркивал ее достоинства, но и отражал характер. Зрители с интересом следили за действием на сцене и поддерживали своих участниц. Один из зрелищных этапов – демонстрация таланта, а их у девушек немало. Участницы выступали с вокальными и танцевальными номерами. Выступления были яркими и интересными. Девушкам предстояло продемонстрировать не только наряды и свои таланты, а также ответить на каверзные вопросы ведущих. Как оказалось, конкурсантки хорошо знакомы с правилами этикета и с историей Янаульского района. Жюри оценивали участниц по пятибальной системе. Знание историю и культуры своей малой родины при оценке девушек сыграло немаловажную роль. Сегодня наше компетентное жюри оценивает, насколько наши участницы обаятельны, насколько они умеют держаться на сцене, интеллектуальны, умеют преподносить себя творчески. Объявилось на конкурс очень много желающих. И в ходе отбора сегодня у нас осталось девять участниц. Они вышли в финал конкурса. Помимо этого, очень отрадно, что у нас откликнулось очень много предпринимателей. Именно молодые предприниматели, работающие в основном в сфере красоты, в сфере услуг, которые помогли нам в организации этого конкурса. И сегодня они у нас тоже в зале. Мы надеемся, что в дальнейшем из года в год этот конкурс будет продолжаться, так как мы увидели, что действительно девушки у нас очень яркие, красивые, они хотят быть на сцене. Конкурс сегодня проводим с учетом всех рекомендаций распотребнадзоров. То есть в зале у нас не более 50 человек, все в масках. Каждой участнице предоставлен отдельный кабинет для подготовки к конкурсам. В этот день не было проигравших. Леди Грация, леди Утонченность, леди Артистичность, леди Очарование. Каждая из участниц стала обладательницей одной из номинаций. Единогласным решением жюри «Титул леди Янаульского района-2020» присудили Альбини Сахратовой. Гульнара Ситтикова, Нилсафин, служба новостей Янаульского телевидения. 14 октября. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1811 году, войска Кутузова переправились через Дунай. Неожиданным ударом русская армия наголову разгромила 20-тысячное турецкое войско под Рущуком, ныне болгарский город Руси. Мы потеряли при атаке всего 9 человек. Дешево, 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 дешево. Чтобы в аптеку не бегать из дома, выгодно, быстро и очень удобно. У нас в положении делать заказы или на сайте фармлент.ру. Приходи, покупай. Экономик с фармлентом. Уважаемые Янаульцы. 14 октября в межрайонном следственном отделе в городе Нефтекамске по адресу улицы Нефтяников, 18, третий этаж пройдет прием граждан по вопросам, связанным с ненадлежащим оказанием или неоказанием медицинской помощи, нарушением прав граждан на оплату труда, о коррупционных преступлениях, в том числе связанных с использованием должностного положения. Время приема с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов. По всем вопросам обращаться по телефону 8 347 83 2 23 52. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 5 0402 5 99 95. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 5 0402 5 99 95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 5 0402 5 28 71. Телефон 5 0402 5 0402 5 0402 5 0402 6 0402 5 0402 5 0402 5 0402 5 0402 5 0402 5 0402 5 0402 6 0402 5 0402 6 0402 5 0402 5 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 0402 6 Все в наших руках!